Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее утро! Из Тиева, из Тиева. И мы продолжаем изучать книгу, которая называется Шмират Алашон. Шмират Алашон. Сохранение языка. Это, кто ошибся, это не уроки по кулинарии. Это не сохранение языка, чтобы он не испортился. Это о том, как разговаривать в соответствии с Божественной Волей. Ведь это же очень интересно. Обратите внимание. У человека есть три составляющих. Три главных составляющих, из которых состоит человек. Это первая составляющая, это мысли. То есть мы все время мыслим. Человек, он и есть мыслящий. И мышление человека, это фантастическое вообще чудо. Чудо чудесное, назовем это так. Состоящее тоже из трех частей. Это интересно, да? Человек состоит из мыслей, разговора, действий. Значит, мысли состоят, мышление состоит из трех уровней. Первый уровень мышления, хохма, это аксиомы. То есть это некие исходные предпосылки. Что такое хорошо, что такое плохо, что можно делать, что нельзя делать. Это все аксиомы, нети, да? Хохма. Это чашка, например, да? Я же узнал, что это чашка. Мне же кто-то сообщил об этом. То есть мышление человека, оно базируется на неких исходных предпосылках, которые человек получил о мире. Значит, если это человек религиозный, то эти исходные предпосылки называются хохма, божественная мудрость. То есть он получил знания о мире от Бога. Да, вот эти вот, что такое хорошо, что такое плохо. Это крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха. А уже человек такой вот настоящий, он должен прийти к Всевышнему и спросить, ну что такое хорошо, что такое плохо. Это называется хохма, божественная мудрость. Значит, мы ее получили через пророков. Дальше. Вторая часть мышления называется бина. Теперь, когда у человека есть некие аксиомы, дальше человек все остальное его мышление, он комбинирует аксиомы с выводами своими. И вот эта чашка, хочу ли я пить, не хочу ли я пить, кто ее сделал, эта чашка черная, черный цвет красивый, некрасивый и так далее. Это все идут уже строительства самого человека. Он на базе аксиом постоянно в голове строит свою картинку некую. Что это значит? Он мне сказал, я хочу то, это значит, что так, а вот это значит другое. Это называется бина. Дат, это уже цельная картина. Вот я воспринимаю мир. У тебя сейчас, оп, вот давайте зафиксируйте, и зафиксируйте как фотографии момент своего восприятия мира. Вот как бы остановите свое мышление. Вот попробуйте. Оп. И вот та картинка, которую вы сейчас восприняли, это называется дат. Она состоит из исходных предпосылок, аксиом, из того, что вы себе наделали выводов. И общая вот эта вот, когда вы фотографируете, общая картина мира называется дат. Это все касается мышления, оно происходит внутри. Дальше человек своим разговором, он выражает, выражает, что он хочет, выражает, вот он к другим людям обращается, свое отношение к ним, он их о чем-то просит, он им о чем-то рассказывает, он пытается передать с помощью речи свою картину мира, свою модель мира, свое восприятие мира. Пытается передать другим людям, и то, что человек себе в мыслях задумал, да, вот есть такое понятие, как мечта или цель. И человек свою, вот это вот, он внутри вначале себе придумал какую-то комбинацию, какую-то новую картинку. Это называется аспект творения. Вот в этом человек, он уподобляется Богу, что по образу подобия Бога, Бог у него в его как бы, как бы, как бы мысли возникло мироздание, и потом оно стало, стало реальностью, да. И сказал Бог, будет свет, и стало так. То есть, когда человек что-то себе придумал дальше, для того, чтобы эту свою придумку воплотить, он должен говорить о ней, он должен ее объяснять другим людям, он должен другим людям сказать, ты дай мне то, ты сделай это, ты... и так далее. Это уже речь. И так как речь это то, что является, как написано в Торе, когда Бог создал человека, Он его сделал руах мемалели, это так переводят на арамейском, то есть дух говорящий. Человек свое намерение может выразить с помощью слов. И мы изучаем сейчас книгу, которая называется Шмират Алашон. Шмират Алашон это сохранение языка, как свой вот этот главный инструмент оставить его святым, чтобы быть с Богом в резонансе, да. Потому что если человек начинает заниматься злоязычием, сплетней и использовать свой язык неправильно, то он уменьшает, как мы вначале учили, что он уменьшает силу своего языка, потому что как бы всевышний приглушает звук. Вот представьте, человек, который, если бы все, что он сказал, оно бы сразу бы воплощалось. Представляете, какой был бы ужас. Мир был бы просто невероятно... Людей-то есть, сколько людей, сумасшедших, злых, злобных, каких-то непонятных, да, если бы все, что они говорили, сбывалось. Страшно. Поэтому всевышний приглушает звук. Но праведники, праведник сказал, всевышний выполняет. То есть у праведников настолько сильная сила языка, что их благословение, оно сбывается. Поэтому к праведникам ходят за благословением. И праведник, он благословляет, он человеку говорит, чтобы, значит, Бог дал тебе здоровье. Вот мы в данный момент, так как мы учим Тору и выполняем волю Всевышнего, написано, что «О, сэра цуно, сделай его волю, как свою ты делаешь, чтобы он сделал потом твою волю, твое желание, как его». И так как мы учим сейчас, как говорить в святости, у нас сейчас большая сила в словах. И сейчас, чтобы этот урок был Лерифуа Шлема, есть вот ребята из Ешивы, Хаватской Ешивы, из Мигдалия Мэка. Они ехали на машине, попали в аварию. И сейчас двое из них в тяжелом состоянии, остальные в среднем. Чтобы был этот урок Лерифуа Шлема, у меня, к сожалению, нет их имен и фамилий. И возьмите, пожалуйста, Якова Шатадина, давайте попросим, чтобы он написал в комментариях, нашел их имена и фамилии, и значит, чтобы им было всем РФА, чтобы было им полное выздоровление. Вот этот урок, чтобы они выздоровели. И чтобы бытов шархуле и строить. Теперь дальше. Мы дошли до того, что какие повелевающие заповеди нарушает тот, кто говорит Лошонара? Мы уже знаем, что 17 запретов Торы нарушает тот, кто говорит злоязычие. 17. И 14 повелевающих заповедей. Вот мы сейчас перечисляем. Значит, 7 пункт, 7 повелевающая заповедь, которую нарушает тот, кто говорит злоязычие Лошонара, звучит так. В Торе написано в книге Ваикра, как раз в 19 отрывке. Написано так. Умикдашай Терау. И мигдаши, это святые мои места, бойтесь. Значит, Бог сказал, что в этом мире, в этом мире есть более святые вещи, слова, места, и менее святые. Есть дни святые, да, например, шаббат, это святой день. И мы должны ликадеш, осветить этот день с помощью Тедуша. Есть святые, ликадешиша, посвятить женщину себе, это жениться на женщине, этот процесс называется тоже Тедушин, ликадешу-то, посвятить ее, поднять ее на духовный следующий уровень. Есть самое святое место, это был храм, Мигдаш, да, Бейт, а Мигдаш он назывался, дом святой. И там было Кодыша Кадашим, святая святых. Это было место, где божественное присутствие было проявлено наиболее ярко и сильно. Там даже искажалось пространство. В святая святых в Кодыша Кадашим стоял ковчег завета, который был больше по размерам, чем святая святых, чем это место. И вот, значит, Бог сказал, что вот эти мои святые места бойтесь, то есть в них надо быть с трепетом, потому что, например, Коин, который заходил в храм, он должен был сделать не телать и дам, а мовение рук и ног. А если Коин заходил пьяный в храм, он умирал. Представляете? То есть святые места там надо быть в особом святом состоянии. Теперь есть повелевающая заповедь «Бойтесь, умикдашайте рау». Святые места бойтесь. Теперь храма нет сейчас, но есть синагодия Батейк Несет, это называется домособрание, в которых собираются для молитвы и для изучения Торы, для святых дел. Молитва изучения Торы это святые дела, то есть ты как выходишь из будничного и приближаешься к святости. И написано, что бойтесь эти святые места. И говорит нам Хафецкая, тот, кто говорит влашон на раз, злое азычие и сплетни в святом месте, в синагодии, тот нарушает и эту повелевающую заповедь, он не опасается Всевышнего, он пришел как будто бы во дворе царя, в дом Бога, и он в доме Бога говорит, говорит, значит, пустые слова. Была очень интересна у меня одна ситуация в жизни, значит, я в синагодии после молитвы, после молитвы в синагодии я начал разговаривать по телефону, мне кто-то позвонил и я начал разговаривать по телефону по работе. Это было не лошонара, не злоязычие, но это было будничное занятие, которое в принципе оно я не могу сейчас точно сказать запрещено или нет, но лучше бы не говорить, то есть если бы вот если бы я в святом месте говорил бы только Тора и молитва, было бы лучше. Но это не было сплетничество, это не было злоязычие, это был просто разговор, может быть, достаточно громкий. И тут тот, кто молился, поворачивается ко мне, тот, кто стоял возле всегда ведущей молитвы, тот, кто был ведущей молитвы, а он такой чуть-чуть нервный человек, знаете, есть люди нервные, и есть люди нервные, но у них когда раздражение или гнев или ярость поднимаются, есть люди, которые его не выпускают из себя, они успокаиваются, а есть люди, которые наоборот, они выпускают, то есть они как бы на этой ярости начинают действовать. И видно было, он такой нервный, и у него он такой начинает подниматься и такой, вот, в синагонии нельзя разговаривать, ты что, не знаешь? я такой, я даже ничего не успел ответить, я стараюсь, у меня принцип не вступать в конфликты, то есть бывает, я тоже, я же тоже человек, меня зацепит, тоже можно, когда уже голова отключается, но в тот момент я не хотел, то есть это было только начало, я говорю, хотел вернее сказать, что да, 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 извиняюсь, мол, ошибся, чтобы не продолжать этот конфликт, но, но, тут, значит, второй, который тоже нервный, еще более нервный, есть такие люди, которые вообще нервные, нервные, он подумал, что это ему сказали, а он всегда разговаривает, и он как начал этому, а ты на себя посмотри, ты что вообще, это с другим замечание делаешь, ты что, и они как начали ругаться, вообще, просто в синагонии начали друг с другом ругаться, теперь, ну, я как, остановить их я знал, что невозможно, вот тут как раз вот эта вот заповедь, увещевай в том месте, в котором твое увещевание будет услышано, это я понял, что увещевание услышано не будет, и они продолжили между собой ругаться, а я пошел, вышел из синагонии, и когда выходишь из синагонии, тот, кто хочет выполнить повелевающую заповедь, бойтесь, святые места, то я обратил внимание, что те люди, особенно это касается восточных евреев, они очень с невероятным почтением относятся к синагогам, к святым местам, они выходят из синагонии всегда спиной, и те люди, которые хотят выполнять заповедь, святые места, бойтесь, они вот, если вы обратите внимание, на котеле у стены плача, они отходят, они не поворачиваются спиной к храмовой горе, они отходят вот так вот, ну, чтобы лицом постоянно идти, задом так идут, 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 и когда выходят уже за ворота, кланяются, и тогда отворачиваются, и вот эти восточные евреи, обычно это у них принято так, они из синагоги тоже так выходят, и я тоже стараюсь, ну, уже в дверях опять повернуться, как бы поклониться, и выйти, это вот так можно выполнить заповедь, а если там говорит лошонара, говорит Кафехетсхайм, если в синагоге говорит злоязычие сплетничество, то ты нарушаешь еще повелевающую заповедь, бойтесь синагоги, то есть ты не боишься Всевышнего, ты как бы во дворце у царя, ты нарушаешь его же царя приказ о том, что можно делать, а чего нельзя. Значит, дальше, если человек говорит злоязычие сплетничество на пожилого человека, то он еще и нарушает повелевающую заповедь истории, ваадар тапнеезакен, то есть оказывая почет пожилому. Значит, пожилым людям надо оказывать почет, это повелевающая заповедь истории, видите, мы по ходу дела изучаем и какие есть повелевающие заповеди, есть повелевающая заповедь, которая звучит так, «Лиф не сей ватакум, перед сединой вставай, ваадарат пнеезакен». И почитай лицо, закен это, вообще переводится, закен это старец, но еще закен это, это тот, кто канахахмат, то есть бывает, что человек, он молодой по возрасту, но он уже мудрец, то есть он столько, мудрец Торы такой, он посвятил себя изучению Торы, он тоже называется как закен старец, потому что обычно старцы становятся мудрыми, через пройдя жизнь, накапливают опыт, и у них к старости уже их отпускает лошонара, отпускает их злое, ецарара, злое начало к старости. А бывает, что в молодости уже человек, он скопил вот эту мудрость и святость, перед ним тоже надо вставать. Теперь, если ты вместо того, чтобы перед сединой и перед вот таким вот умудренным старцем встать и отнестись к нему с почтением, ты про него или при нем, ты говоришь лошонара, злое язычие, тем самым его вводя в грех, то ты еще и нарушаешь повеление Торы перед сединой вставай и почитай старца. Вот такая вот есть, то есть хуже всего это говорить лошонара перед старцем в синагоне. Это вообще тогда ты нарушаешь уже очень много заповедей. Хорошо. Теперь, значит, Лиф Несева Токумба Драт Незакет. Значит, я помню, когда я первый раз пришел в синагогу, мне было 16 лет, как раз вот в эту синагогу, я сейчас в Тире, живу напротив синагоги, и я помню, мне было 16 лет, я вначале, вот это очень интересно, мне было 16 лет, и я задумался тогда, ну так уже как бы задумался над своим над своим философией, духовной философией, да, то есть у меня семья нерелигиозная, советская семья, в Советском Союзе было запрещено быть религиозным, и они как, ну, была у нас маца на Песах, как раз дома была маца, то есть как бабушка, там дедушка, вот сейчас Роша Шина, сейчас Емтипур, но уже мое поколение, кроме этих слов и мацы дома на Песах, я ничего не знал вообще про религию вообще, и вот когда мне было 16 лет, 16-17 лет, я задумался, я уже тогда переехал в Тиев, значит, мне было уже 17 лет, не 16, и и я жил в институте физкультуры в общежитии, в самом центре города, улица физкультуры 1, и там было общежитие для спортсменов в Эмфизе, и, значит, я там жил, я помню, и я решил, что мне нужно все-таки пойти в какое-то святое место для того, чтобы с Богом установить отношения. Я не знал, я еврей, я знал, что я еврей, но у меня не было понимания о том, в чем разница между религиями, да, то есть для меня было что христианство, что мусульманство, что иудаизм, это одно и то же, то есть я понимал, что они все каким-то образом хотят служить Богу, но у каждого у них разные, ну, разные, как сказать, разная символика, так я для себя в тот момент думал. Я думаю, куда мне идти, я еврей, в синагогу, где синагога? Синагога на Подоле, ехать на Подол, тогда было там, ну, с центра, ну, достаточно далеко, я не знал, никогда не был на Подоле в этой синагоге, на Щековицкой. Я думаю, нет, я поближе, в центре, в центре был Владимирский собор, в центре прям Киева, думаю, пешочком тут рядышком, значит, прихожу в этот Владимирский собор, захожу в собор, а я был спортсмен такой, в сборной СССР, такой в спортивном костюме СССР, Адидас, в шапке, в такой спортивной, я захожу в этот Владимирский собор, ну, и такой ищу, где же здесь Бог, и тут какие-то бабки, такие старые бабки, очень противные такого вида, они мне говорят, о, пришел тут вообще, этот самый, остолоп, там, как-то они меня начали такими словами странными называть, да, шапку сними, ты чего не знаешь, что это, что в храме надо шапку снимать, я думаю, а мне очень не любил, ну, такое к себе некрасивое отношение, я не помню, что этим бабкам ответил, но обычно, когда на меня плохо говорили, я отвечал тоже плохо, то есть, это, ну, как бы, та мера, которую человек меряет, меряет ему, я, по-моему, этим бабкам тоже что-то сказал, и, значит, ушел из этого, думаю, не может быть, чтобы в святом месте вот такие бабки были, думаю, все, я еврей, это мне знак, надо идти в синагогу, прихожу я в синагогу, захожу в синагогу, такая она была тогда не старенькая, не отремонтированная, такая темная, захожу в синагогу, темнота такая, сидят такие деды, такие деды, такие мрачные, ну, в то время молодежь не ходила ни в синагоге, ни в церкви, то есть, было 90-е годы, я захожу, и уже я опытный, я же понимаю, что в святом месте надо снять шапку, думаю, я пойду на опережение, снимаю шапку в синагоге, а в синагоге наоборот, нельзя снимать шапку, нужно, чтобы голова была покрыта, обязательно нужно быть с покрытой головой, в этом уважение к Всевышнему, но я же не знал этой всей символики, я уже сразу снимаю шапку, тут на меня эти деды, как начали, то же самое, очень некрасиво, ты кто вообще, ты что сюда пришел, я говорю, как кто, я еврей, я говорю, я еврей, они такие, какой ты еврей, ты татарин, говорит, что ты не знаешь, что нельзя в синагоге шапку снимать, я думаю, ну что за жизнь такая, да, то есть пришел Бога искать, а меня везде обругали, то есть обругали там, обругали здесь, и я ушел из синагоги тоже, и с 16 лет, таким образом, ну с 17 лет, я больше в синагоге, никуда не заходил, ни в какие места, почему, потому что те люди, которые ходят в святые места, к сожалению, не всегда святые, и те люди, которые, которые, как бы, представляют в своей военной форме религию, они не всегда религиозные даже, они бывают одеты полностью, как религиозные, а это переодетые, просто переодетые люди, которые одели форму, но они не религиозные, поэтому очень важно то, что мы сейчас изучаем, ни в коем случае никого не обижать словами, никого не обижать ни сплетнями, ни словами, это запрещено, потому что сказал царь Давид, мудрейший из людей кто человек, который жаждет жизни который все дни хочет видеть только добро станови свой язык от зла свои уста от того, чтобы обманывать, искажать и так далее и делай добро Бакеш шалом, проси, Бакеш это как стремись к миру, к шалому и гонись за миром, за шаломом шалом это и мир, и совершенство все, всем удачи и успехов мечети вот спрашивают, мечети рядом не было то есть в Киеве, на то время, ну и сейчас все-таки мусульман намного меньше, чем я не знал, во всяком случае, у меня не было ни друзей мусульман незнакомых в то время, и про мечеть я даже не знал сейчас я знаю, что есть мечеть на Подоле и потом уже, во втором этапе, когда уже мне было 23 года и меня опять потянуло ко Всевышнему то я первое время, у меня уже было плохое воспоминание и я в мечеть тоже заходил я заходил в мечеть, я помню, я тогда уже понял, что свинину есть нельзя и я в мечети покупал, я помню, мясо, но я еще не знал тогда, что мусульмане, у них похожие законы забоя скота на еврестии, но евреям все равно нельзя есть халаль есть мясо, которое забито по мусульманскому закону мусульманам я слышал, что можно, потому что у евреев более строгие законы по взаимоотношению с животными я слышал, что мусульмане едят кошерное мясо потому что там точно нет ни свинины, ни вот то, что мусульмане я не знаю нюансов, как режут скот мусульмане но евреям нельзя есть мусульманское мясо все, удачи, успехов всем хорошего, прекрасного дня свободного от злоязычия и от сплетен